Они вместе учились в школе искусств, вместе поступили на художественно-графический факультет, а сейчас в главной галерее Хабаровска открывают свою совместную выставку, которую посвятили своему первому педагогу. Выбирайте, какой цветочек вы выбираете. Дарья Мамаева с детства любила эксперименты. Вспоминает, что основным материалом долго была гуашь, потом художница увлеклась коллажами, панно, а дальше в ход пошло все. Вилки, канаты, арголит и более привычные акрил и текстурная паста. Я себя не ограничиваю в плане техники вообще, и для меня это очень важно иногда. То есть у меня есть, когда идея рождается, и я уже к ней подбираю технику, а бывает, что я нахожу материал, и из этого материала у меня может получиться уже картина. Виктория Конникова после окончания художественного факультета на несколько лет отошла от творчества. По ее словам, расписываться, возвращаясь в мир искусства, начинала с абстракций. И постепенно соединила в творчестве три направления – декоративную, пейзажную и абстрактную живопись. Сны, которые мне приходят. И я прям вижу эту картинку во сне, в цветах, и переношу уже ее в эскиз и на работу. То есть именно сказать, о чем мое творчество, мне сложно. Картины Александры Надежкиной – туманные пейзажи и деревенские виды. Она начала рисовать в два года и сразу знала, что будет заниматься этим всегда. Художница переосмыслила технику сухой пастели. Она использует не бумагу, а холст, делает акварельный эскиз и уже сверху работает пастелью. Говорит, что в последнее время техника стала значительно лучше. Глубокими по цвету, по содержанию, по вложенному в них чувству. То есть оно становится каким-то неповерхностным, становится чуть более глубокий посыл в них. Авторы уверены, что этот совместный проект не последний. Выставка в галерее имени Федотова продлится до середины сентября. Анастасия Магнус, Вячеслав Бончужный. Большой город.